Должность обязывает ефрейтору Стулову всегда быть в гуще событий родной дивизии. Елена фотографирует все мероприятия, в которых принимают участие сотрудники Росгвардии на территории воинской части и за ее пределами. Затем отснятый материал она отправляет в Приволжский округ для размещения на сайте или в газете. Я фотографирую везде, всюду, целыми днями. В череде рабочих будней находится время и для творчества. Иногда кадры получаются особенными, с неповторимой атмосферой, в которых виден характер персонажей. Елена считает, что фотоконкурс – это отличная возможность продемонстрировать свои творческие способности и показать жизнь сотрудников Росгвардии с различных сторон. Коллеги с пониманием относятся к ее работе и готовы в любой момент встать перед объективом. Хотя у меня как бы должность небольшая, но и звание. Но когда им говорит фотограф, что надо встать так, 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 и они выполняют. Фотоконкурс в объективе Росгвардии проводится второй раз. Количество номинаций представляет авторам простор для реализации творческих способностей. Кроме традиционных категорий портрета и пейзажа, участникам предлагается показать спортивное и патриотическое направление, а также увидеть в работе военных курьезные моменты. Жители города приглашают принять участие в номинации «Росгвардия глазами общества» и сфотографировать сотрудников на различных городских мероприятиях. Будет кто-то из наших наслужащих принимать участие в проведении какой-то беседы в школе. Также наши наслужащие будут принимать участие в параде, который будет проходить 9 мая на центральной площади города Саров. Работы нужно присылать на электронный адрес Саровской дивизии. Следует указать фамилию, имя, отчество и свои контакты. Все вопросы можно задать по телефону 5-28-08. Познакомиться с положением конкурса можно на официальном сайте Росгвардии. Елена Грецкова, Артемий Глазков, Владимир Лисик. Служба новостей. Саров, 24.